Сотрудники налоговых органов завершили учет объектов налогообложения налогом на недвижимость, транспортным и земельным налогами за прошлый год. А это значит, что пришло время платить по счетам. Информация о суммах уже есть в ЕРИП и представляет собой сумму единого имущественного платежа. Не пугайтесь, если вы счастливый обладатель не только квартиры или машины. Искать дополнительные счета не нужно. В этом году три вышеуказанных вида налога уплачиваются единым платежом. Расчеты каждого из налогов, входящих в единый имущественный платеж, приведем для извещения, которое будет выручено каждому из плательщиков до 1 октября 2024 года. В 2024 году имущественные налоги подлежат уплате без исчисления авансовых платежей. Как ранее, в связи с чем, акцентируем внимание, что значительно в два и более раз увеличение размера налогов не произошло. То есть, те суммы, которые раньше предъявлялись к уплате двумя платежами, авансовым платежом в размере 50% и последующей доплатой, сейчас исчислены одним платежом за весь 2023 год. В среднем увеличение сумм имущественных налогов за прошлый год в сравнении с начислениями за 2022 год составило около 10%. Данный платеж можно оплачивать частями, но успеть это сделать необходимо до 15 ноября. Кроме того, инспекторы налоговых органов напоминают, тем, кто оказывает услуги репетитора, можно работать без обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но это не значит, что платить налог не нужно. У репетиторов есть возможность выбрать один из режимов налогообложения – единый налог с индивидуальных предпринимателей или налог на профессиональный доход. Ставки единого налога зависят от места осуществления деятельности и устанавливаются за месяц в размере согласно приложению 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. По городу Бресту такая ставка единого налога составляет в месяц 163 белорусских рубля. Ставка налога на профессиональный доход составляет 10% от размера полученного дохода. Для того, чтобы начать деятельность по оказанию услугу репетитора с уплатой единого налога, необходимо до начала ее осуществления подать в любой налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика. Чтобы применить налог на профессиональный доход, необходимо скачать приложение на телефон или компьютер, которое так и называется «Налог на профессиональный доход», и через него проинформировать налоговый орган о начале деятельности. Удобно, быстро и ходить никуда не нужно. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...